Я вчера роду принимала. Доброе утро. Всем привет ночью. Ну, отец вышел, а у нее тут уже пищат трое. Двое вчера было сначала, а третьего она потом давай рожать. Я ей помогала, потому что он у нее застрял, и еще он у нее счастливчик, он в рубашке у нее родился. Он весь в этом пузыре вдохнуть не может, он выдохнулся, он не задышал сначала. Я ему давай салфетками, руками же нельзя трогать, все равно откажется потом. Я ему салфетками все давай тщательно, только я уже задышал сразу. В общем, вот. Там один тигр. Да? Вот тигренок и был, это все девочки. Да. Вот самый наглый, да, вот, смотри, видишь, черные часа, вытащу черное, переселять сейчас будем. Это уже вторая пиленка, я вчера уже меняла. Тут у меня лежала уже, все, выкинули. Сейчас надо это... Кто? Сейчас выкормят этих. Дорогие наши станичники или кто рядом живет, бронируйте. Счастливых котят от семьи блогеров. Ну. Короче, вот этот черный, он первый родился, он самый наглый, вот этот. Вот этот вот счастливчик, он последний родился в пузыре, а этот второй. Угу. Ну, смотрите, вон цветная. Да. Этот черно-белый просто, этот цветная, а этот тигренок. Ну, у него тоже окрас такой интересный, не черно-белые полосы, а с рыжа, как будто как. Угу. Ну, вот этот самый, он самый первый родился. Смотри. Угу, 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 угу. Ну, она маленькая, она всего троих. И не сказать, что прям сильно толстая была. Ну, сейчас выкормит их, и мы ее стерилизуем. Софика там нянчится. Ой, вот, прилип. Да. Сосвет ее. А я даже не знала, что кошки сами перегрызают пуповину и съедают послед свой. Да? Я вчера это видела. Ужас какой. Папка спрятался за шкафом, говорит, я не буду смотреть. Папка, у меня трус такой. Он фонариком светил, я говорю, папа, свети, я же ей помогаю. Настя говорит, тащи его. Фу-фу. Такой трус. Я потом говорю, дайте мне фонарик, не можешь нормально светить. Я говорю, не-не-не, не трогай меня, не трогай. Дядь, ты такая умница. Я вчера гладила, когда на третьего рожала. Я утром вышла, смотрю, ее нету. Отец их кормил, ну, животных. Потом смотрю, прибежала. Угу. Они тут лежали. В общем, кому нужны котята, обрушайтесь. Они, наверное, будут. Я даже не я саморода принимала. Я саморода принимала. Ну, давай. Там матвейка, матвейка нянчится, Софейка. Софейка, матвейка. Так, вот этот просто черно-беленький, видишь, еще? Угу. Такой кротик, как будто. Ну, слушай, вот, смотри, видишь, она сразу такая хочет бежать. Угу. Сносиночка. О! Этот, видишь, трехшорстка. Угу. Это второй. Да, это второй родился. А вот этот, вот, третий. Ой, смотри, какой реально тигренок, да? Ага, рожеватый. Смотри. Вот смотри, какой у него окрас, видишь? Угу. Давай, дуй. Где там? Где там? Детям, дуй! Все, давай. Кресло выкинуть только. Так. Я все слежу. Написали, что сегодня у кого не вывезли мусор, вывезут. Что-то я уже вообще крепко сомневаюсь. Нет, конечно, весь стоит. Ах, блин, а. Это он выбросит, да, это он потом, это, смотрите, как все зацветает. Все, собираетесь, да. Ну, так поставь коробку в шкаф, пусть они там будут менять пеленки. Да, и все. Давай, дети, мы потеряли мать. Давай. Вот, умница. Молодец. Будь хороша матерью. Знаешь, это такая, их коты не сожрут. Кому они нужны? Коты эти сожрут. Все. Умничка. Умничка. Так, все. Все заводилось. Угу. Сегодня постараюсь снимать без детей. Посмотрю, будут открыты комментарии или нет. Не буду детей снимать. Нас сейчас все равно уезжают. Отца в Краснодар повезут. Вот сегодня собрался. Детей снимать не буду. Проверим эту теорию, что нам комментарии закрывают из-за детей. Все, собрался. С умочкой начинай. Идет. На обратном пути дали. Ауа и Алину заберут. Так, видишь, высоко снимаем. Не высоко, а высоко. О, о, о. Алину. Кто? Они в школе. Знаешь, ты как прическу сделала. Кто? Ну. Дед. Да, что шутка, дед. Они еще учатся. Какой они тебе идут? Ну что, с Богом? Все, уезжайте. Все, пап. С Богом тебя. Сегодня будут снимать временные и вставить постоянные. Нижние пока только. Ой, ура. Да, да, да. Я иду и говорю, ура, ура. Я хочу пешком пахать, готовить, стирать, убрать, да? Конечно, у меня столько планов. Постельные везде поменять. Я уже начала. Ты воду поменяла, легла, полежала. Ладно, так и буду делать. Все. Сейчас буду 150 раз звонить. То забыли, то забыли. Так я и знала. Я же вам сказала. Знаешь, мама, принеси мне держатель для пустышки. Вася, мне принеси мне мой арригатор, по-моему, называется. Но это, я думаю, еще не все. Он уже идет что-то. Вася, вот что-то еще забыли. Он же щетками не может пользоваться. Арригаторами только. Пока, пока обуришься. Отдай. На. Все, ничего больше не забыли? Да иди, не вздыхай. Вильс не вздыхался. Что-то вы сегодня задержались. А? Жду, 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 жду. Вставай. Стой. Завтра учатся тоже. Помыла детей, но мне кажется, надо им новые покупать. Маманка, я брончиком умею. Что он умер? Жарко ему, спит. Точно, нормально. Обувь сразу убирай туда, вынесла новую. Полотенце положила. Вот, сразу аккуратно. Все, переодевайся. Тома, мне скучно. Что тебе скучно? Я думаю, что у меня так тихо. Дети на улице в телефонах сидят. А то мы, наверное, в своей комнате. Девчонки ходили с Томой, сдали экзамены, в общем, в одном этюде она сделала ошибку, и ей чуть-чуть сбавили. Ну, все равно молодец. А я поленилась идти пешком. Ну, чем бы я ей помогла на экзамене? Смотрите, какая красота. Конечно, мне улетит. Ой, ребенка, это очень важно. Но дети сами предложили. Я собиралась с ней пойти. Они говорят, мам, да давай мы сходим. Ну, вот им сходили, с Томой сдали, обратно пришли. Татя бегает. Не знаю, Настя записалась, она записалась. Вот, какие удачные розы попались. Вообще, удачные цветы. Как долго стоят. О, смотри, что-то ползет. Ой, фу. Настя написала, говорю, купи фруктов. Думаю, уже ничего нет. Так, все, до пяти отдыхаем и начинаем. Надо постельное заправить. Я все сняла, стирала. Надо протереть уже. Протру. Я все время говорю, надо, 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 надо. Девчонкам еще не говорила, что Сима окатилась. А, мамашка лежит. С котятками. А то полезут сразу. Пусть не знают. Пусть лежит. На улице духота страшная. Я иду проверять мусор. Увезли у нас или нет. Месяц уже не можем. Аллилуйя! Мусор у нас забрали. Наконец-то. Теперь не знаю, когда в следующий раз. По идее, у нас по пятницам должны забирать. Не знаю. Мои ничего не писали еще. Когда выйдут? Сейчас. Девчонок позову, постельное везде поменяем. Видите, как жарко, как только места не меняется. Туда-сюда. Ехали, мы уже встанусь. Как обычно, за час до приема. Папа переживает. Мы лежали по дороге, совсем кушать захотела. В кафе. Матвей спал, папа отказался есть. Пиццу взяли и компотик поела. Аталия должна еще приехать. Сегодня поедет с нами к родителям. На обратном пути уже заедем в Змол. Сдам в химчистку вещи. И в Усубинск надо заехать. Отдать кондитеру. Это от торта трехъярусную подставку. И девочкам, кто нам делал фуршет. Вот. Алина сказала, где-то в час приедет. Ждем папиного приема. Бедный переживает. Приехали к Алине. Можно было, в принципе, и не ехать к нам. Заехать позаней. Папа хочет матрас забрать надувной. Мы с Матвейм остались в машине. Мы едем, смеемся. Песня есть «Тополиный пух», «Жара», «Июль». У нас тополиный пух, «Жара», «Апрель». Представляете? Во всю, во всю тополиный пух летит. Папа говорит, я уже хочу съехать от вас. В этот летний домик. Хочет матрас надувной забрать. Сейчас они сходят. И поедем в Узмол. Насчет химчистки узнаем. Папа-то, наверное, поесть хочет. Мы пока сидели в стоматологии. Алина ходила с Фикой там попить брали. И пирожок с картошкой брала она. Один. София мне куличик маленький принесла. Кстати, хочу в этом году попробовать тоже сама и спичку лечим. Ехали в Узмол. Сдала я платье и комбинезон Матвея. Короче, вышло все 4300. Вот. Но у меня еще платье легкое. Там у них висит такие платья висят. Она сейчас рассказывала нам. Она говорит, что у нас привезли платье после адыгейской свадьбы. И там оно весит 15 килограмм. Только сухое. Ты представляешь? Сходим на колесе. Бедная невеста просто в день свадьбы носить на себе 15 килограмм. Она говорит, что мы даже брать не стали. Она говорит, что у нас нет такой техники, которая бы взяла. Это сухое. А мокрое оно все 30, наверное, будет весить. Вот. Ну и там тоже висят у них в этих пакетах огромные-огромные платья. Все в камнях. У меня-то такое простенькое, больше вечернее. Но все равно считается свадебное. Если вечернее платье там у них стоит 1700, по-моему, то свадебное, не сложное, вот 3600 я заплатила. И плюс комбинезон Матвея. У него там написано на пилочке «Элитный гусиный пух». Вот. Доченька, не надо бежать. Короче, на 30 апреля сказали. Она говорит, мы даем два дня. Но, говорит, у вас элитный гусиный пух. Его нужно будет там... Она говорит, у нас сушилка. Она как бы сама разбивает этот пух, но все равно. Ну, короче, с запасом взяли. Плюс платье, она говорит, оно свадебное. Она говорит, сохнут у нас сами. Мы потом их отпариваем еще. Единственное, она сказала, что сколько лет оно у вас висело. Я говорю, ну, четыре года нынче будет. Вот. И она говорит, что по поводу... Оно у меня... От того, что висело столько времени вверх, гипюр этот весь пожелтел. И она говорит, мы людям никогда не даем гарантии то, что желтизна полностью уйдет. Но бывает такое, что мы говорим, что нет, не уйдет, а оно идеально белое. А бывает, говорим, что должна уйти. Но она все равно как бы будет белее, но, может быть, не на совсем, как и должно быть. Ну, посмотрим. Вот. Мы пойдем кормить папу. Он бедный, несчастный, голодный. Переволновался весь. Вот. Поэтому мы пошли его кормить. А мама еще не писала список продуктов в окей взять. Папа сейчас будет есть тайский суп том-ям. Он очень острый. Приятного аппетита! Потом расскажешь впечатление. А София у нас как всегда? Что будет кушать? Суси. Сегодня раненько приехали. Да, потому что никуда не надо было. Сейчас вот единственная нас дала. Нас-то нет ли химчистку, вещи. Сейчас спросим. Ничего папке не поставили. Слепки только сегодня снимали. На четвертое его записали. Ну, так рано 11.30. Это во сколько нам выезжать-то? Что там не вылазите никак? Как он создает царство. Все спят? Да, я сейчас. Ну, хорошо, как раз лебедок без 15.6. Ну, нормально. Что-то хныкал-хныкал, я ему воды давала, он обратно уснул. Ну, что будите, во сколько-нибудь рлягут. Собака выбежит. Да, я. Будем бегать ее, догонять. Папа, тебе шконку привез. Какую шконку ты привез? Матрас. На которой уже не будет. А, матрас. Колени заезжали? В комментариях пишут, подарили микроволновку. Микроволновка сломалась, нам пришлось забрать. А матрас мы им не дарили, мы им на временное пользование дали. Ну, что буди, буди. Сашу не забрали? Завтра приедет. Я не верю. Спят все. Алина, вставай. Шарики там всякие. Откуда шарики там у вас? Матвейка. Матвейка тоже спит. Ой-ой, вставайте, Алина. Ой, прям спит и спит. Ой, он на твиттер спит. Что, не взяли в ремонт? Ой. Сейчас давай, Таня отдали. Короче, рассказываю. У меня же платье такое не тушное. Там висят, вижу платье. Все в камнях. Я говорю, капец, у вас там платье висят. Она говорит, мне привозили платье с адыгейской свадьбы, после адыгейской свадьбы. Она говорит, она 15 килограмм весит. Так сухое, прикинь. Я говорю, бедная невеста, которая его просто напяливала на себя. Нифига себе. Да ты моя рыбка. То мой экзамен на пять с минусом сдала. Одну ошибку сделала. Ей за это снизили. Держи. Сейчас еще одну палочку найду. В этом, в Стамусе забрали. Что, папка, мучили-мучили тебя. Да, ничего тебе не поставили. Ой, как долго. Ладно, Настя пройдет. Целую полку в каре в капюбар сделали. Капюбар. А это просто брелки? Да. Тупи эти шарики. У нас там еще пюре есть, типа древ. Но я сегодня картошку с мясом пожарила. Хотела сделать рагу по-татарски. Потом думала, блин, сильно жирно будет. Ну да, там картошка отдельно, все отдельно. Неудобно. Рагу по-татарски? Да, ну не стала, в общем, делать. Так, купили. Мандарины, что ли? Господи, откуда их возят? Они давно прошли. Брокколи. Брокколи. Собачок. Яблоки. Помидоры. Масло сливочное. Масло растет, кстати, оно закончилось, да. И написано. Оберцы. Колбаски. Медзор. Чин-чин какой-то сладкий. Все, вот эти все покупки. Остальное все дома есть. Все. Сейчас еще вот тут вытащил. Поверь. В шарики кто-то запихнул. Она играется. Сверху лезет, залазит. Кстати, Саша, напомни, завтра, что там, опилки, еду, да, все купить. Нам надо животным все купить тоже завтра. Такая смешная. Ну, попугам вот осталось. Тут я не знаю, неделю, на неделю три хватит. Ну, надо будет все равно все купить. Мия. А, Мия. Вот скажи, дед мне придумал игру. Матвейка там играется. Мы только уроки закончили с Томой делать. Вы сделали уроки? Да. Ну, девчонки завтра, у них уроков не будет. Они завтра будут убираться. Женя с Алиной сходили, купили перчатки. Грабли надо будет хотя бы одни взять завтра. А там в школе есть. Там вытащили. Там целый сарай. И грабли, и лопат. Ну, не знаю. Преподаватель написала, классный руководитель, чтобы взяли грабли. Перчатки. Одни можно взять. Прикинь, со школы будет убираться. Кроме начальной школы, начальная школа учится, как обычно. Девчонки купили перчатки, мешки. Одни грабли возьмут такие вот. Такие широкие вот такие. Верно. Да, да. Надо лаком-то учатся сделать, чтобы перекусить. Ну, можно, да. Или веревочку записать. Да, там у нас только одни у всех деревянные такие, обычные. Угу. Чё, сидишь плетёшь и пытаешься заплетать? Я уже заплела. Ну, молодец. Скоро научитесь друг друга заплетать. Маме хоть легче будет. Мы сделали уроки, наконец-то. Задают читать три страницы. И мы пока всё это разобрали, пока всё прочитали. Выразительное чтение, правила. Молодец. Правила надо было выучить. А мы прям вообще лёгкие задают, например, Кай и Герда. Которого мы уже знаем. Угу. И мультики стрельт уже. Угу. Так вот, дорогие мои. Всё время у нас уже много времени, да? Сколько времени? 20-36. Ну вот. Полудевятый. Идите уже. Ешьте, пейте. Саша, лекарства выпей. Угу. Выпей лекарства и как раз это... Через полчаса потом пойдёшь и поешь. И всё. Всё. Всем пока. Всем пока-пока.